Техническое описание кодов неисправностей OBD2, утрачена связь с двигателем окна двери F, что это значит? Это общий код неисправности системы связи, который применяется к большинству моделей и моделей автомобилей OBD2, этот код означает, что электродвигатель дверного стекла F, DWMF и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом, схема, наиболее часто используемая для связи, Известно как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине S&N, модули взаимодействуют друг с другом по сети, во многом как сеть, которую вы используете дома или на работе, существует несколько сетевых систем, используемых производителями транспортных средств, до 2004 года более распространенными, не все включающими, системами связи между модулями были последовательный интерфейс связи или SAE, SAE J1850 или шина PSI, и Chrysler Coalition, Detection или SSD, наиболее распространенная система, использовавшаяся после 2004 года, известно как связь по шине сети контролеров, или, проще говоря, шина S&N, также использовалась до 2004 года на небольшом сегменте транспортных средств, без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получать информацию от автомобиля в зависимости от того, какая схема затронута, Электродвигатель дверного окна F, DWMF, обычно находится внутри рассматриваемой двери, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, в то время как большинство отправляется через систему связи по шине от модуля управления силовым агрегатом, PSM, эти входы позволяют модулю управлять движением окон водителя, пассажира, обратитесь к справке по конкретному автомобилю, чтобы определить, какая дверь является F в вашем конкретном случае, Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность кода и симптомы, серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это удобное для пользователя устройство, и в случае полного сбоя электропитания всегда есть обходной путь вручную, на работу автомобиля не влияет отсутствие работы DWMF, Симптомы кода U0227 могут включать, окна водителя, пассажира, застрявшие в одном положении, не двигаются, не работает обогреватель зеркал водителя, пассажира, DWMF не включается, не работает, причины, обычно причиной установки этого кода являются, разрыв в цепи плюс или, шины SIN, короткое замыкание на источник питания или на землю в цепи шины SIN, нет питания или заземления для модуля DWMF, редко, неисправный модуль управления, диагностический и ремонт процедуры. Хорошее место, чтобы начать всю электрическую диагностику, это проверить технические бюллетени, TSB, для вашего автомобиля ваша проблема может быть известна другим в этой области, известное исправление может быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, на данный момент предполагается, что читатель кода доступен вам, так как вы уже имели доступ к кодам, посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды неисправностей, связаны с с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, если это так, вы должны сначала диагностировать их, поскольку, как известно, ошибочный диагноз происходит, если вы диагностируете код У0227 до того, как какой-либо из основных кодов был тщательно диагностирован и исправлен, если единственный код, который вы получаете от других модулей, это У0227, попробуйте получить доступ к DWMF, если вы можете получить доступ к кодам из DWMF, то код У0227 либо прерывистый, либо код памяти, если невозможно получить доступ к DWMF, тогда активен код У0227, который устанавливают другие модули, и проблема существует, наиболее распространенная неисправность, это неисправность цепи, которая приводит к отключению питания или заземлению электродвигателя окна двери F, проверьте все предохранители, которые включают модуль DWMF на этом автомобиле, проверьте все основания для DWMF, найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные, если нужно, снимите их, возьмите небольшую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый из них, как разъем, так и место соединения, если был выполнен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из всех модулей, которые устанавливают код в памяти, и посмотрите, можете ли вы теперь связаться с модулем DWMF, если связь с DWMF восстановлена, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь по-прежнему не установлена с модулем, Найдите коммуникационные соединения по шине S&N на вашем транспортном средстве, что наиболее важно, разъем DWMF, который обычно находится внутри рассматриваемой двери, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора перед отсоединением разъема на DWMF, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали внутри разъемов, Посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм Перед подключением разъемов обратно к DWMF выполните эти несколько проверок Напряжения вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DWM, убедитесь, что у вас есть питание и заземление в DWMF Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в DWMF Перед продолжением подсоедините батарею, при этом DWMF все еще отсоединен Подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, подключенному к разъему DWMF, и к черному проводу вашего вольтметра с хорошим заземлением Если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления Затем проверьте две цепи связи, найдите SINC+, или HS-SIN+, и SINC, или HS-SIN-цепь, подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольта и слегка колебаться Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC вы должны увидеть примерно 2,4 вольт и слегка колебаться Другие производители показывают SINC приблизительно на 0,5 вольта и колеблющемся ключе при выключенном двигателе Проверьте спецификации для вашего производителя, если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код ошибки U0227 Единственное, что остается сделать, это обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по автомобильной диагностике Поскольку это указывает на неисправность DWMF, большинство из этих DWMF должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля